Привет, друзья! Часть отснятых кадров из нашего похода на полют не попала по тем или иным причинам в основное видео. Но мне кажется, вам будет интересно их посмотреть. Ну вот где Эпик? Время 8.30 утра. Дороги не видно. В 7 часов утра мы уже выехали из Селиканска и уже Красновишевска, в поселке Набережный. Перешли речку. Набрали полные ботинки снега и ищем, где дорога на полют. Вот я думаю, что дорога не так точно идет. Ну что ли? Ира сейчас сказал, что это река. Вот. Эй! Он серьезно! Это лед! Да, пьеди, давай сейчас тышь на месте. Вы что, е-мое? Я сейчас расчистил снег, это лед. Я купаться не собираюсь, ребята. Так, погодите. Я понимаю, что это. Речка, озеро или что это? Так, понятно. А он то, что? Жесть. Мама, офигеть. Ах, блин. Купец. Пошли по еду. Смотрю под ногами. Снег тает. И лед. Охренеть. Если не ошибаюсь, минус 3 начинает таять лед. Я серьезно. Но здесь я подумал, что снега дофига, вряд ли там должно что-то таять. Юра смонтирует. Не надо. Некоторые слова вырезаны. Как так построен мостик, а там еще вишера. Этот мостик называется мост антиполынья. Этот мост называется, как это, призрачная надежда. А я-то думал, что здесь дальше вот это типа поле такое открытое. И он причем знал об этом? Но не сказал. Оказывается, наоборот. Все, ты точно купишь мне квартиру? Ну, здесь кто-то уже ушел. Хотя непонятно, чьи-то с беды. Три следа каких-то. Это динозавр шел тут. Ну, Юра-то легкий, что-то я заметил. Он там на снегу спокойно стоял. Я наступил, я... Вот его реально летом стал? Да, вот здесь. Когда ты с елкой там обнималась, я себя чувствую, хотел шаг сделать и... И вниз. Да, нормально. Вон тропинка. Вон. Юра, я вообще не буду так подписывать. Слышишь? Ага. Это спарта. Скатился, умер, если попал в лунку, значит все. Ты слабое звено. А дальше, зайдя на первый пригорок, мы выпили горячего сладкого чая. Настроение у нас сразу поднялось. Пошли по самой натоптанной дорожке, куда вело большое количество следов других туристов. Поняли, что туристы никуда не пришли, когда следы закончились и повернули назад. Но мы, как люди, умеющие пользоваться GPS на телефоне и очень упорные, пошли по самому кратчайшему пути лесовозной дороги. Остальную часть подъема к вершине вы уже видели в основном видео. Ну а на спуске нам было очень весело, мы пели песни. Переходим в Вишеру. Такая вот широкая река. Здесь мы утром при свете фонарика в проталии наугадили. Надо днем ходить. Ну а дальше мы сели на остановке, покушали, вызвали такси, доехали до автостанции. Узнали, что билетов нет. Так как вместо большого автобуса руководство приняло решение пустить маленький пазик. Но нас было очень много, в смысле желающих уехать в Соликамск из Красновишерска. И нам выделили хороший микроавтобус Мерседес. В нем мы, естественно, задремали. И довольные, уставшие вернулись в Соликамск.